В мире растут объёмы электронных отходов. В прошлом году выбросили 53,6 миллиона тонн электронной техники. Об этом сообщается в новом докладе ООН, основанном на исследовании Международного союза электросвязи и других организаций. На свалки попали компьютеры, ноутбуки, игровые приставки, мобильные телефоны, холодильники и другие электроприборы. Вес электронных отходов равен весу 350 океанских лайнеров. За прошлый год электронной техники выбросили на 21% больше, чем пять лет назад. «Мы ожидаем, что объём в 53 миллиона тонн в год вырастет до 74 миллионов тонн к 2030 году. То есть за следующие 10 лет объём отходов вырастет примерно на 35%. Это слишком много». Крупнейшим источником электронных отходов стал Китай. Там на свалки попали более 10 миллионов тонн старой техники. На втором месте – США, где было выброшено почти 7 миллионов тонн. Тройку замыкает Индия с 3 миллионами тонн отходов. Самыми загрязняющими странами назвали азиатские. Там выбросили около 25 миллионов тонн электроники. В Южной и Северной Америке – более 13 миллионов тонн. В Европе – 12 миллионов, а в Африке и Океане в совокупности выбросили примерно 3,5 миллиона тонн. При этом в прошлом году переработали только 17,4% выброшенной электроники. Остальное было сожжено либо осталось лежать на свалках. Вместе с этой техникой на помойку попали дорогостоящие металлы, такие как золото, платина, серебро и медь. Их стоимость оценивается в 57 миллиардов долларов. В то же время электронные отходы угрожают природе и здоровью людей, поскольку в них могут содержаться токсичные вещества. «Я считаю, что у нас есть возможность и технологии для того, чтобы в ближайшие 20-30 лет наладить безотходное производство с вторичной переработкой. Однако для реализации координации поощрения этого не налажены системы управления». По мнению экспертов, в этом году электронных отходов может стать намного больше из-за пандемии. Во время карантина люди покупали много оргтехники, следовательно, и на свалку попадёт больше ноутбуков, планшетов и смартфонов.